Семенящий бегом по небольшому кругу, чтобы проснулись все, кого родители с просонья привели на тренировку. Этим мальчишкам 3-4 года, самая юная футбольная команда в Магнитогорске. Малышковая спортшкола открылась в городе всего полтора месяца назад. С того момента будущий нападающий сборной России Женя не пропустил ни одного занятия. Мама буквально выдохнула, теперь сыну есть где выплеснуть свою энергию. Пока вот у него только футбол, что мама на футбол, мама когда у меня тренировка, мама пошли на поле. Пока я только это слышу от него. Он такой более стал усидчивый, то есть спортивный, даже икры накачаны на ногах, хотя ну 3 года ребенку. Мальчишки еще не чувствуют границ поля и не понимают, что такое олсайд. Но суть игры уже уяснили. Брать в руки мяч может только вратарь. Остальные должны работать ногами и забивать голы. Родители на поле в качестве и болельщиков, и папарацци. Мы всей семьей заболели футболом. И для здоровья, для укрепления всего организма самый такой, я считаю, правильный вид спорта. Набор футбольной школы идет 6-7 лет. Работать с детьми от 3 лет – это эксперимент. Решился на него Руслан Мухамедьяров, сам профессиональный футболист. Как тренер он отказался жесткой спортивной дисциплины в команде. И все занятия построил в игровой форме. Я считаю, что мяч – это такой универсальный спортивный снаряд. С ним можно придумать очень много игр. Главное, чтобы им было интересно. Они уже, в принципе, хорошо владеют ногами. То есть и ведение, и какие-то технические элементы мы уже прямо отрабатываем. Воспитать чемпионов не цель. Главное – привить этим мальчишкам любовь к спорту. И, как подсказывают Руслану Мухамедьярову опыту многодетного отца, делать это нужно чем раньше, тем лучше. Вот и его сыновья тоже в футбольной команде и мечтают о спортивной карьере. Я в футболистке. Как папа. М? Почему? М-м-м. Стал зарабатывать много денег. Много денег. Много денег.